Работают в городе, а живут на луне природы. Сегодня наш корреспондент Лада Рыбакова отправилась в Смоленщину. Ее впечатления от крупного поселка в рубрике новости нашего района. До такого сельского пейзажа от областного центра рукой подать. Село Смоленщина известно со времен декабристов. Один из них, Владимир Бесчастнов, жил здесь. Возможно, знал, почему село так назвали. Нынешним жителям на этот счет известна только легенда. По разговорам стариков, точно я не знаю, но они говорили, что здесь когда-то приезжих, основали когда село, они гнали смолу. И якобы вот поэтому от слова смола, деревню, село Смоленщина, звали Смоленщина. Вот так я слышала. Услышали о местных красотах и переехали в Смоленщину навсегда сотни горожан. Считавшееся дачным, место стремительно разрастается. Официально здесь живут около трех тысяч человек. Фактически больше пяти. Старый детский сад перестал справляться со своей задачей. Его снесут этим летом, а на его месте появится большая спортплощадка. Эстафету дошкольного воспитания передали новому зданию. Вместимость у него почти в три раза больше. Для нашего муниципального образования произошло разное событие. Открылся детский сад, оборудованный по последнему слову техники, соответствующий всем требованиям. Сократилась очередь в детский сад. То есть не совсем значительно, но прилично. Приличие ради в Смоленщине готовятся открыть фельдшерский-акушерский пункт. Наступлению цивилизации жители рады, но до известных пределов. В последние годы в селе набирает обороты индустрии активных развлечений. А это может отразиться на состоянии природы. Можно на вертолете полетать. Здесь у нас и пляж неплохой, озеро. Рыбалка, воздух особенно у нас. Город в десяти минутах от города у нас, в наше село. Даже ближе, чем Новолейно. В Смоленщине мне нравится река Иркут. Ну, там купаться хорошо. Ну, вода чистая. Потом природы много, леса. В лес люблю ходить. Есть всегда чем заняться. Я люблю Смоленщину. Одна из достопримечательностей Смоленщины – искусственные озера. На одном из таких организован каток. И мало кто из катающихся догадывается, что в 2007 году, впервые в Иркутской области, здесь были обнаружены медузы. Новые открытия и новые рекорды для Смоленщины не за горами. Например, в местной церкви ждут существенного увеличения количества прихожан. Потому что жителей в селе вновь прибавится. Под индивидуальное строительство местная власть планирует выделить больше полутысячи земельных участков. Лада Робакова, Сергей Полянский. Новости по будням.